Всем привет! Меня зовут Алексей, я часовой эксперт и фанат часов. Сегодня мы с вами находимся в салоне на Русаковской. И не так давно закончился конкурс лучших российских часов, и мы решили сделать тематическую подборку. Начать нашу подборку российских часов предлагаю с модели Штурманские. Часы всем известны, всем любимы, но здесь такая нестандартная, в общем-то, их версия. Это лимитированные здания, ограниченные Марс-2. Как будто бы часы находятся в такой капсуле для путешествий во времени. Всего выпущено тысячи таких единиц. Давайте я посмотрю. У меня в руках находится 854, на самом деле не 1000, а 999. На задней крышке она прозрачная, сапфировая, но под ней находится задняя крышка самого механизма из стали, на которой находится гравировка Марс. В общем-то, часы такие марсоходы для путешествия в космос. Этой эстетикой вдохновлены механика. Здесь калибр японский, Seiko, установлен. Запас хода более 40 часов, 24 камня, 18,5 тысяч полуколебаний. Из дополнительных, в общем-то, функций, это дополнительная защита заводной коронки, она здесь закрывается. Хотя водозащита здесь базовая для часов, 50 метров. И дополнительный функционал, это индикация даты здесь представлена. Они находятся в такой капсуле для путешествий в космосе. Они массивные, крупные. Сейчас я их на руку померю, чтобы понимать, как они сейчас смотрятся на руке. Смотрятся так, как и на витрине, в общем-то, действительно очень массивные. То есть на тонкое запястье, на женское запястье, тем более, точно такие часы не подойдут. Здесь явно больше 50 миллиметров они в диаметре, да и в толщину не тонкие. Я думаю, тут подбирается к 12, 13, а то и 15 миллиметрам в толщину. Но на массивную мужскую руку, на скафандр, кстати, если их надевать на скафандр, вполне. Интересное цветовое решение, такого небесного голубого цвета. Причем он представлен как и на паучуковом ремешке, так и на некоторых элементах циферблата переливается. Это и индексы часовые отмеченные, и внутренние кольца какие-то безеля. Также и на корпусе внутри, кстати, посмотрите, такая вот эмаль, наверное, да, здесь вот находится, которая, ну, вторит этому небесному цвету. Крупные, массивные, прям будильники практически. Ну, штурманские действительно соответствуют своему названию. И еще раз возвращаясь, да, к циферблату, который, в общем-то, как будто бы парит, да, всего три точки фиксации. Даже это, на самом деле, не циферблат, а сам механизм часов, вот он в таком подвешенном состоянии. Несмотря на то, что часы массивные и тяжелые, такое ощущение воздушности создается. И прикольно, на самом деле, все это выглядит вот отдельно, если ты снимаешь, смотришь на просвет. То ли это у нас какие-то лопасти самолета, то ли это лопасти турбины какой-то. Или же, да, это у нас как будто часы в невесомости летают. То есть вот такие вот разные тематические идеи приходят на ум. Но все с тем или иным образом связано с полетами, с путешествиями. Ну, а здесь, напоминаю, у нас это покорение Марса. Такая капсула, которая парит и зафиксирована как будто бы в трех точках. На самом деле, есть еще одна точка фиксации. Оригинальное решение для шахты заводной коронки. Это дополнительный такой цилиндр, который как бы проникает внутрь этой капсулы. Как будто пристыковался какой-то модуль к нашему шаттлу, летающему, направляющемуся к Марсу. И вот можно совершить переход, в общем-то, с одного космического корабля на другой. Интересное решение, мне очень нравится. Ну, а мы продолжаем подборку российских часов. И из глубокого космоса теперь отправляемся в глубины океана. Модель Восток. Мало того, что у нас из космоса мы переместились в океан, еще и крупные часы превратились в такие достаточно компактные, маленькие, аккуратные. Модель классическая, я думаю, всем знакома. В общем-то, Восток многим за такие модели и полюбился, которые связаны с дайвингом и с глубоководными погружениями. Здесь сохранился классический дизайн модели Восток, да, который, в общем-то, там, середины 60-х, 70-х у них присутствует. Сохранилась высокая водозащита, это 300 метров погружения, что в целом для часов редкость большая, а для механики тем более. При этом часы неожиданно компактные, с хорошей читаемостью, но здесь логично, в общем-то, для дайверских часов. Оригинально сделан тип крепления ремешка, это такие приваренные дужки, в общем, нас это отсылает, на самом деле, к началу 20-го века, когда вот наручные часы только-только появлялись. И ремешок такой у нас, он смесь, ну, текстильно-полимерного, да, то есть, если вы возьмете его в руку, вы поймете, что это, на самом деле, не текстильный ремешок, да, не какое-то плетение, это полимерно, но при этом очень-очень прочный, неожиданно. Но, опять же, логично для часов, которые у нас напрямую связаны с погружением, с купанием, да, полноценным, чтобы он у нас не намокал, чтобы у нас он долго служил. Тоже модель интересная, опять же, нестандартная за счет небольших размеров. Механика 31 камень, фирменный механизм Восток, говорят, что запас хода 33 часа, ничего лишнего, только часы, минуты и секундная стрелка, никаких дополнительных индикаций здесь не представлено. Единственное, что хотелось бы выделить, очень крупное нанесение на минутную и часовую стрелку, но, опять же, для дайверских часов это логично, чтобы они под водой у вас светились и было их легко читать время. Часы, действительно, очень компактные, приятно они сидят на руке, действительно, как я сказал, ничего лишнего. Неожиданностью является то, что безель у модели Восток поворотный, и поворотный не в оба направления, а только в одно, на самом деле, в обратное, чтобы он не смещался. Это не так часто встречается, здесь это присутствует. Есть нюанс, на самом деле, я думаю, что под водой, когда и руки мокрые, и, соответственно, часы самые мокрые, вращение будет очень неудобно. Хотя, с другой стороны, ты обычно перед погружением выставляешь нужное тебе время, но здесь другой момент, то, что в перчатках, вот если попробовать, да, начать взаимодействовать с этим безелем, вообще с такими небольшими габаритами, это, конечно, будет уже не так удобно. Если вот мы смотрим прям на совсем классические современные дайверские часы, вот я даже ухватиться не могу, боюсь там что-нибудь, ну вот сложно это. А это перчатки не очень большие, представляете, обычно дайверы более плотные, резиновые надевают на руку, и им, конечно, это будет сложно. То есть, есть определенные недостатки, но в целом модель действительно получилась интересной, повторюсь, для механических часов, а это механика, напоминаю, такая высокая вот защита, с таких габаритах, это большая редкость. То есть, если кому-то нужны дайверы небольшие, механика, обратите внимание. Из глубин океана теперь отправляемся на просторы природы, наверное, да, часы слава, модель Мир, тоже лимитированная, их выпущено порядка двух с половиной тысяч корпусов, в данном случае я держу 901-ю. Это переиздание модели Мир, тоже выходившей в середине 60-х, по-моему, в 67-м году, она появилась, очень всем полюбилась, данная модель. Здесь есть нюансы, определенные с ней, которые связаны. Во-первых, хотел бы обратить внимание, что на изображениях, на картинках, на видео часы кажутся плоскими, наверное, да, скорее такое присущее фэшн часам, нежели классическим часовым домам. Но нет, часы действительно объемные, циферблат объемный, индексы все, это отдельные индексы, никаких нарисованных элементов здесь не представлено, плюс здесь сферическое сапфировое стекло, которое создает такой эффект линзы и добавляет им объем. Сами часы, если посмотрите, достаточно высокие, я думаю, тут порядка 15-16 миллиметров в толщину. Дополнительная индикация даты и дня недели присутствует, характерная черта часов Славы, это индикация дня недели по-русски, если мы сейчас посмотрим, вот здесь у нас ПТН, пятница, соответственно, суббота, воскресенье, понедельник, вторник, все у нас здесь представлено. Модель Славы Мир выпущена лимитированным тиражом, номер модели обязательно присутствует на корпусе часов. Ну, я хочу еще обратить внимание, помимо того, что часы на самом деле объемные, вот такой вот зеленый цвет, который на циферблате используется, на самом деле это не чисто зеленый, а такой градиент, и он от центра по краям становится все темнее и темнее, переливается, и он, скажем так, более нейтральный, чем кажется, опять же, на видео и на фотографию, то есть нет ощущения кислотности, когда смотришь на них вживую, вот он ближе, да, к такому лесному зеленому, который слегка выгорел на солнце. Приятно выглядит ремешок с дополнительным перфорированием, да, для такой повышенной, скажем так, водозащиты и для более комфортного ношения, потому что часы достаточно массивные, то есть сам механизм, сам корпус часов очень тяжелый, стальной корпус с сафировым стеклом, стальной задней крышкой, которая винчивает. Здесь, опять же, неплохая водозащита для механических часов, это 100 метров, вот защита, 25 камней, 33 часа запас хода, часы с автоподзаводом, то есть предполагают ношение, ну, практически на постоянной основе, то есть практически каждый день их надо носить, чтобы комфортно пользоваться. Однако, возможности ручного завода также присутствуют. На запястье модель, в общем-то, достаточно классический, смотрится стандартно. Универсальные часы под любой размер запястья, под любой диаметр, единственное, что там по высоте, посмотрите, комфортно ли вам будет их носить с манжетами и с какими-то классическими рубашками и запонками, все остальное замечательно подходит. Здесь также хочу еще раз выделить ремешок с дополнительной перфорацией, да, который и в воздушности, и легкости продает, плюс, на самом деле, может быть, продлевает столько службы кожаного ремешка, потому что все-таки кожа имеет свойство впитывать пот, здесь, ну, поверхность соприкосновения с рукой меньше, соответственно, меньше будет впитывать, плюс какая-то дополнительная вентиляция будет присутствовать, соответственно, рука может быть меньше потеть под этим ремешком. Подумали про носку, ну, и добавили такого немножечко, наверное, какого-то легкого тона спорта, может быть, да, все-таки часы посвящены природе и миру. Следующая модель нашей подборки, это модель часов Умняшев, Сармат, в общем, называется, как многие догадались, в честь ракетно-баллистического комплекса. Бренд Умняшев, он этим известен, выпускает часы, вдохновленные всевозможной техникой, а также военными и для военных. Здесь вот мы видим выкновение таким прибором, который на приборной панели в пункте запуска ракет находится, либо в автомобиле, который занимается транспортировкой всего этого. Ну, что-то очень надежное, прочное, сочетание прямоугольного корпуса и круглого циферблата, в общем-то, привлекает к себе внимание, создает такое ощущение объема. Сам циферблат тоже у нас двухуровневый для повышения чтения и понимания, в общем-то, точности времени. Здесь ничего, опять же, лишнего у нас не присутствует. Часы, минуты, секунды из дополнительного, это гравировка нашего ракетного комплекса, который находится в нижней части, и его название. Несмотря на свою массивность, часы достаточно легкие, и это благодаря тому, что у нас корпус комбинированный, использование титана и стали. Опять же, часы, на самом деле, не очень большие, но форм-фактор в виде прямоугольника создает дополнительные углы, поэтому должно быть понимание, как на руке все это выглядит, нужно обязательно померять. То есть, если бы мы убрали вот такой вот корпус, оставили только его круглые элементы, он практически был бы универсальным. Здесь, наверное, у нас 39-40 миллиметров его диаметр, но с учетом именно форм-фактора прямоугольника увеличивается его габарит, появляются дополнительные углы, поэтому уже на маленькое запястье будет не очень смотреться. Но на среднем и крупном запястье, пожалуйста, хорошо. Хорошо. Часы механические. Здесь калибр используется от компании «Восток» российского производства. В общем-то, часы разработаны в России, дизайн придуман в России, используется российский механизм, собираются в России, то есть целиком и полностью российский, соответствуют нашей тематике. Запас хода 31 час. По поводу всего остального, в общем-то, Уняшев не сообщает информацию. Что еще хочу обратить внимание? Стекло классическое сапфировое, кожаный ремешок. Ну и это механика классическая, такого доступного ценового сегмента, поэтому, в общем-то, вот защита невысокая, это 50 метров. Как раз мы стали говорить про высокотехнологичную тему, да, там, военные часы. Здесь у нас часы для яхтованного спорта, но почему высокотехнологичные? Потому что корпус у нас, наверное, какой-то такой керамический, то есть это сочетание пластика и фибергласса, некого такого стекловолокна, что-то из этого практически карбон, в общем-то, в таком более доступном исполнении, понятно, под керамику сделаны очень-очень легкие часы, приятные на ощупь, теплые. Опять же, повторюсь, по ощущениям, когда их трогаешь, это не какой-то там пластик, это вот там, ну, может быть, софт-пластик, софт-тач-пластик. Очень приятные его ощущать на руке и невероятно легкие. То есть вот такие часы можно носить 24 на 7 и, в общем-то, ни в чем не сомневаться. Часы у нас для яхтенного спорта, есть дополнительный тахиметр, есть дополнительный часовой пояс, который можно выставлять кнопками, расположенными по бокам. Высокая водозащита и из всей подборки это наша единственная модель, которая на кварцевом механизме, что, в общем-то, прибавляет ей точности и при этом, в общем-то, не увеличивает стоимость. Причем из этого вот такого керамического карбонового пластика сделан и сам корпус, и ремешок, но застежка ремешка при всем при этом стальная, чтобы у пользователя не было сомнений, что он как-то там сломается, лопнет, треснет, нет. По прочности очень высокая, там, я думаю, до 200 кг даже натяжение выдерживать. В общем-то, производитель такую информацию нам сообщает. На руке смотрится спортивно, надо понимать, что, да, это часы вот такие для яхтенного спорта, соответственно, у них присущий всем спортивным часам агрессивный дизайн. При этом дополнительный циферблат у нас оформлен в виде атласа, что нам подсказывает, для чего он используется. Ну и логотип 6МХ, очень приятно там смотрится, все, он уже знаком, все знают, что это, для чего это и зачем это нужно. Я бы обратил на такие часы внимание, в принципе, и летом, и зимой, когда одежды много, всего много, да, ты устаешь, а тут у тебя прям такие воздушные часы на руке, никак они тебе не помешают ничем. Так как это часы 6МХ, надо понимать, что водонепроницаемость для них, в общем-то, базовая, 20 атмосфер, то есть погружение до 200 метров. Конкурс «Лучшие российские часы» потолкнул нас вот на такую подборку. Какие вы русские часы вспомнили, какие часы есть у вас, расскажите в комментариях, и также пишите, какие из нашей подборки вам понравились. Ну а я с вами прощаюсь, и до новых встреч в Салоне на Русаковской.